В числе заявителей, ожидающих встречи с главой региона Сергей Тимофеев, житель северной части Тамбова. Мужчина представляет интересы целого ряда жителей, уставших от постоянных пробок, которые скапливаются в этом районе города по утрам и вечерам. Особенно в час пик, допустим, от площади Ленин, от Динамо, часа полтора, наверное. Утром встаёшь пораньше, чтобы приехать, за полчаса на работу по весной пробке, а вечером куда деваться, всё равно нужно ехать. Вот кое-как добираешься. То здесь, то так, то есть улица Советская, она там половина достроена, половина не достроена до улицы Запрудной. Но если вот её откроют, то, я думаю, будет намного лучше и проще добраться до севера. Глава региона Максим Егоров отмечает, этот вопрос один из самых популярных среди тех, что жители адресуют ему на встречах и в соцсетях. Строительство дороги, соединяющей север и центр, началось ещё в 2019 году. На сегодня четыре этапа этого процесса завершены. А вот строительство ещё двух затянулось из-за недобросовестности подрядчика. На сегодняшний день заключён у нас контракт с подрядной организацией. По данному контракту она должна завершить работы до марта 2023 года. На сегодняшний день она корректирует проект, она отрабатывается ресурсниками вынос сетей, их устройства и планируем, ставим задачу до нового года, когда она работа завершена. Но в принципе будет смотреть по погодным условиям. Ещё один вопрос, поднимаемый в рамках приёма, от руководителей хореографических коллективов, которые занимаются в Центре культуры и досуга молодёжной в посёлке Строитель. Руководители жалуются, что ребятам приходится ютиться в одном зале вместе со спортсменами. Главе региона обращаются с просьбой посодействовать в отделении другого помещения. По словам Максима Егорова, известно, что спортсмены, занимающиеся в секции борьбы, некогда помогли отремонтировать зал молодёжного. Так что теоретически, да ещё и с учётом заключённого договора аренды, ребята имеют право на занятия спортом в этом месте. Тем не менее, конфликт хореографов и спортсменов вскоре должен разрешиться. В принципе, в Дворце культуры не надо заниматься спортом, мы прекрасно это понимаем. Мы будем арендовать для них другой зал. Договор заканчивает 10 ноября. И с 25 числа у нас коллеги переходят на другую площадку. Поддержал глава региона и инициативу родственников известного тамбовского художника Евгения Рябинского. Его внуки обратились на приём с просьбой оказать содействие в организации памятной выставки Рябинского в Российской Академии Художеств. В 2025 году, как раз в это время, будет отмечаться столетие со дня рождения художника. Давайте это сделаем. А ещё можно попытаться какую-нибудь грант выбить. Жительнице региона, обратившейся с вопросом об улучшении жилищных условий, в свою очередь, было рекомендовано обратиться в муниципалитет для участия в подпрограмме «Молодёжи. Доступное жильё». Управлению соцзащиты области поручено оказать государственную социальную помощь в виде единовременной выплаты. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.